В прямом эфире репортера новости в студии Алексей Майоров. Здравствуйте. Сегодня около 4 часов дня на спецлинию 102 поступило сообщение о заминировании Киевского райсуда. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, специалисты, взрывотехники, а также сотрудники ГСЧС. В настоящее время проходит обследование зданий и прилегающей территории. Из помещения суда эвакуировано около 150 человек. Ну а сегодня утром на пересечении фонтанской дороги и Адмиральского проспекта 18-й трамвай столкнулся с легковым автомобилем марки Сузуки. Из-за аварии временно по фонтану не курсировали трамваи, а также 7-й, 9-й, 10-й и 11-й троллейбусы. Причиной ДТП стала невнимательность водителя Сузуки, который не пропустил трамвай. В воскресенье на трассе Одесса-Киев произошли два смертельных ДТП. Так, днем в районе Любашевки в результате столкновения трех автомобилей Тойоты, Рено и Мерседеса погибли двое человек. Ну а около 11 вечера на 457-м километре трассы водитель автомобиля марки Митсубиси Кольт сбил двоих человек, которые перебегали дорогу в неустановленном месте. Чтобы объехать место ДТП, водитель автомобиля Хонда экстренно затормозил. В него сзади въехал микроавтобус Фольксваген. Водителя Митсубиси и пассажирку Хонды госпитализировали. Двое мужчин, переходившие дорогу, погибли на месте. Ну а стрельбу в пятом трамвае устроил молодой военный. Об этом сообщили в пресс-службе полиции. Инцидент произошел в воскресенье. В переполненном транспорте разгорелся конфликт. Один из участников, 21-летний парень, достал травматический пистолет и выстрелил в сторону своего оппонента. Двое человек получили незначительные травмы. Им оказали медицинскую помощь на месте. Стрелка задержали, но после допроса отпустили под обязательство. Материалы дела хотят передать военную прокуратуру. Один из участников конфликта военнослужащий 1995 года рождения достал пистолет травматического действия Флобер и совершил несколько выстрелов. В результате чего пострадало два человека. Один это молодой человек из Донецкой области, который являлся участником конфликта, а также девушка 23 лет, которая была пассажиркой и не участвовала в этом конфликте. Там ранения незначительные, там просто царапинов и такого ничего серьезного нет. К данному факту было уголовное производство по части 4 статьи 296 хулиганства. И на данный момент решается вопрос, чтобы передать все материалы дела в военную прокуратуру. По словам доставленного, а также участников конфликта, тех ребят, которые были вместе с ним в Сталине, они поясняют, что завязалась ссора из-за того, что они поделили там, получается, трамвай был переполнен людьми и попросили просто подняться на одну лесенку вверх. И там между ними завязалась ссора, в которой вылился такой конфликт. Перейдем к другим темам. Сегодняшнее аппаратное совещание Гурсовета провел первый заместитель городского головы Анатолий Орловский, так как мэр Геннадий Труханов ушел в отпуск на пять календарных дней с 12 по 16 сентября. Ну а на самом совещании депутаты Гурсовета выразили сомнения насчет того, что все работы, которые сейчас проводятся на Сигецкой, будут завершены в заявленный срок, а именно к 15 октября. Там сейчас проходят ремонтные работы по замене теплотрассы. Это основная артерия дорожная для людей, которые добираются с фонтана в центр города. Поэтому хотел бы вас попросить рассмотреть возможность организации движения одностороннего по улице Сигецкой. Почему? Потому что сейчас по факту там одна-две полосы свободные. Анатолий Орловский дал поручение департаменту транспорта в течение двух дней согласовать с полицией организацию двустороннего движения по фонтанской дороге от улицы Сигецкой до Артиллерийской. Также на аппаратке проанонсировали реконструкцию ливневой канализации в центральной части Одессы. Начало работы запланировано на следующий год. Проект предусматривает прокладку коллектора глубокого залегания от Диволановского спуска до станции биологической очистки Северная. Предполагается, что это позволит предотвратить затопление центра города, Пересыпи и поселка Большевик во время сильных ливней, а также избежать сброса неочищенных стоков в море. Стоимость реализации проекта 23,5 миллиона гривен. Оплатить работы в мэрии собираются за счет бюджета всех уровней. Ну а губернатор Одесской области решил стать писателем. Саакашвили решил написать о себе сам. Сейчас он активно работает над мемуарами о себе любимом. Для этого губернатор нанял команду профессионалов в лице лицзаписчика и редактора. Своё творение они планируют представить на львовской книжной ярмарке. А вот сколько будет стоить книга и представят ли ее одесскому читателю, пока неизвестно. Одесские пятерняшки снялись в первой в своей жизни фотосессии. Красивые снимки выложила на своей страничке в фейсбук автор фото Татьяна Маренко. Фотографии уже покорили сердца тысячи интернет-пользователей. Я напомню, что 24 июня в областном роддоме одесситка родила пятерняшек. Вес детей тогда был менее килограмма. Сейчас Денис, Дарья, Владислав, Александра и Давид чувствуют себя отлично и уже стали настоящими звездами. Ну и на этом пока все. Спасибо за внимание. Оставайтесь с репортером. Не прощаемся.